Приветствуем вас на канале все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 5 рейтинг лучших газовых варочных панелей на две конфорки с Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие газовые варочные панели на две конфорки находятся в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите, получайте плюшки. Ну а наш рейтинг возглавляет очень неплохая варочная панель Zigmund Einstein M26.3B. Это очень хорошо собранная из качественных материалов варочная панель. Имеет чугунную решетку, очень устойчивую. Ну имеется ввиду, если поставить даже большую кастрюлю, она никуда не съедет, не сдвинется. То есть очень хорошая конструкция, правильная. Есть электроподжиг, есть газ-контроль, независимая установка. Если говорить о характеристиках, то вот сразу бросаются в глаза размеры. Ширина 29 см. Одна из самых узких варочных панелей. Высота 4,2 см. Глубина 52 см. Ширина для встраивания 27,3 см. Ну и глубина 49 см. Встраивается она, к слову сказать, достаточно легко. Имеет две конфорки. Причем одна в три раза мощнее другой, что позволяет использовать либо экономичный режим, так называемый, либо если нужно быстро нагреть, то ту конфорку, которая в три раза мощнее. Вот первая, которая стоит. Значит, полностью она безопасная. Газ-контроль работает от и до. Электроподжиг на две конфорки идет. Работает все безупречно. Ну и цена для такой панели удивляет. Всего 12 490 рублей. На втором месте у нас расположилась газовая варочная панель Гефест ПВГ-2002. Качество высокое у этих панелей. Вообще Гефест это марка, которая, в общем-то, ну не подводит в целом. То есть практически нельзя сказать, что там брак заводской на высоком уровне. Они держат там 0,8, там 1% примерно брака. Это очень низкий показатель по современным меркам. Также материал панели закаленное стекло идет ударопрочно. Электроподжиг, есть газ-контроль. Ну вот чугунная решетка по конструкции мне не очень нравится, ввиду того, что вот здесь получается, если располагать какую-то крупную посуду, типа большой кастрюли, то вот здесь вот есть риск того, что она будет менее устойчивой. То есть если бы здесь еще дополнительные подпорки были с этой и с этой стороны, было бы, конечно, чуть лучше. Хотя, как пользователи говорят, в принципе нормально. То есть ожидали худшего. То есть нормально можно ею пользоваться безо всяких проблем. Ручки удобно расположены. Ну и цена невысокая. 9 727 рублей. Всего-то на всего. Далее третье место занимает очень хорошая технологичная газовая варочная панель Manfield EGHG 3263CB-G. Она хороша, во-первых, конструкцией решетки чугунной, во-вторых, варочная панель сделана из закаленного стекла, жаропрочного, ударопрочного. И плюс еще то, что она может подключаться к баллонному газу. То есть очень часто берут куда-то в деревню, где нет центрального газоснабжения. И вот этот специальный переходник, он достаточно такой нормальный. Не бывает как бы проблем с подключением. Кстати сказать, мощность у конфорок тоже разная и можно, соответственно, выбирать тот или иной вариант. Электроподжик, газконтроль, ну и стоимость сравнительно невысокая. 14740 рублей. Далее, четвертое место у нас занимает варочная поверхность Hanza BHKS 330-300, 30-сантиметровая. Хорошая панель, да, особенно для небольшой кухни, всего 30 сантиметров. Есть электроподжиг, газконтроль, как бы поворотные ручки нормальные, стекло закаленное, чугунные решетки. Передняя конфорка 5,3 сантиметра, задняя конфорка 9,8 сантиметра. Дополнительные форсунки для баллонного газа есть. Решетка легко моется, снимается. То есть, плюс маленьких решеток в том, что их как бы легко демонтировать и помыть. Но только не в посудомоечной машине, потому что в посудомоечной машине вы чугунные решетки убьете. 10211 рублей стоит. Ну и наконец, на пятом месте у нас расположилась газовая варочная панель Moncher MSG36 Noir. 9085 рублей. В принципе, адекватная цена за эту нормальную варочную панель. Она единственная в наш рейтинг вошла из нержавеющей стали эмалированной. Я не очень люблю такие панели, ввиду того, что они портятся быстрее, чем стеклянные. Как бы это странно не звучало, потому что именно эмаль ее очистить сложнее, чем стекло. Ну и, соответственно, повредить тоже абразивными какими-то средствами. И в конечном итоге грязь будет приставать больше. И вы будете больше тереть, чтобы ее очистить. И газовая варочная панель, соответственно, потеряет вид. Хотя при аккуратном обращении прослужит долго. Ну и стоит, в принципе, недорого. Сравнительно, да? Ссылки на лучшие газовые варочные панели на две конфорки вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на кнопочку подписаться. Под видео жмите на колокольчик. И всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!